приветствую всех на моем канале мы находимся на том месте где 283 года назад был основан город ревда ну и небольшой ролик про ревду подписывайтесь на мой канал с вами был годом рождения города считается 1734 год тогда первый чугун дала дом на построенная поселке акинфея демидова сына уральского заводчика никиты демидова первым городским промышленником посвящен интересный музей древненцы участвовали во многих российских баталиях в то время была построена плотина и железоделательный завод на реке ревда вблизи впадения ее в реку часовую где была найдена магнитная железная руда на берегу огромного ревденского водохранилища возник заводской поселок в конце 18 века завод выплавлял двести сорок пять тысяч пудов в год чугуна который на караванах из двадцати-тридцати барок во время весенней отправки железа вели ревденские бурлаки по опасной быстрой и извилистой реке часовой ревденскими кованными гвоздями снабжали чуть ли не всю сибирь а а а и Ребда – это красивый и уютный городок с богатой историей и массой интересных особенностей. Сегодня в городе действуют два крупных металлургических холдинга, которым принадлежат крупнейшие уральские заводы – среднеуральский медиплавельный завод и метизно-металлургический завод. Сегодня это электросталеплавельный завод нашего города, построенный на месте первой тонны демидовых. Ребда – первый город Европы с населением чуть больше 60 тысяч человек на сегодняшний день. Граница Европы и Азии проходит прямо по территории городского округа. В начале 20 века Ребда получила связь с железнодорожной сетью России. Была построена линия Пермь-Кунгур-Екатеринбург, что сказалось на общеэкономическом подъеме и развитии поселка. Продолжение следует... Корректор А.Кулакова Азии Перед революцией 1917 года в поселке проживало около 10 тысяч жителей. Имелось три церкви, четыре школы, больница, чайная, трактиры и прочие торговые заведения. Жители занимались выжигом угля, работали на заводе, ковали гвозди, строили барки, но и занимались другими промыслами. Несмотря на явно промышленный характер, репта, утопающий в зелень город, соседствующий с чистым лесным массивом и рекой. Благодаря удачному расположению в розе ветров, здесь почти не бывает смога и пыли. Воздух чистый и свежий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова